здраво будьте люди добрые я кот баюна скала света продолжаю цикл передач из серии беседы воспитание традиции читаем Галину Борисовну Романову что посеешь что и пожнешь или чему и как обучать ребенка сегодня четвертая передача из этого цикла я думаю что вы все поразмышляли на тему что же такое любовь и это действительно очень важно потому что мы видели с вами образцы этой любви когда возвращались домой солдаты и женщины принимали мужей такими как они есть когда люди друг другу помогают до старости когда вот этот лад семье его даже вот я не знаю как его можно описать только музыкой песни то есть мы видели эти возвышенные именно состояние любви у родителей у дедушек и бабушек и любовь это многогранное понятие это любовь к родове любовь к родине это все любовь и она очень многолика и рождается она именно из гармонии и поэтому вот сегодняшнее наше продолжение гармония рождающую любовь касается очень важного понятия красота красота есть признак гармонии потому-то и говорят что красота спасет мир что красота цель творения так как я участвую в нашем хоре суроварк то всегда очень рад когда олег еремеев руководитель нашего хора говорит наше кредо мир через культуру то есть красота именно как основа мира как основа мира понимания потому что вот эти пропорции помните вы с вами говорили про красоту вот это золотое свечение музыка сфер пифагорейская она как раз таки и проистекает из вот этих гармонических настроек всего мира весь мир звучит михаил николаевич задорнов говорил о том что звучит каждое слово нашей звучит каждой буквы называл их дрожью именно вот эта дрожь удивительная она входит в резонанс со всем ритмом поэтому мы так любуемся нашим русским языком и так гордимся нашей русской речью и красота это конечно же понятие гармония безобразие это понятие хаоса то есть вы знаете вот здесь вспоминается одно из последних интервью тесла где он говорит о том но что же это за понятие теории относительности эйнштейна получается то это как то вот это что какой-то хаос хаос это дисгармония а мир построен гармонии мир построен светом и если говорит о том что все звучит звучат молнии мне знаете надо кажется что тесла это какой-то просто воплощенный громовержен потому что он играл с молниями он очень любил электричество и мудро поступил когда понял что его открытие еще нельзя давать людям мы еще не столь совершенные и слишком много мы используем разрушение то есть дисгармонию но вернемся к воспитанию мы же сейчас начинаем с малого со своей семьи себя то что созидает в нас гармонию это есть добро то что разрушает гармонию это есть зло крошка сын к отцу пришел и спросила кроха что такое хорошо что такое плохо самого начала нужно пояснять детям что такое хорошо и что такое что нужно говорить правду что красота это красота доброта это доброта и что такое доброта понимаете потому что вот этот мир оцифровывающий живой живую природу который наступает на нас наших детей он совершает подмену понятий когда вместо понятия красоты появляется такое эндокое как прикольное понимание мира то есть дизайнеры но даже вот слово то как звучит для нашего ухо да мы его даже не понимаем с вами они устанавливают вот этот повально черный цвет мрачный траурный цвет смерти который приходит во все продукты питания то что это модно это современно на самом деле это и не современно и не в свое время пусть у нас с вами будет царить гармония радости жизни и поэтому очень внимательно пожалуйста вы можете задавать мне вопросы вы давайте откроем вот на эту тему обсуждения потому что это очень очень важно не потому что уже задают вопросы ведь есть вещи которые даже детям показывать нельзя и мы с вами говорили вот в нашем курсе он есть и пожалуйста этот курс как оградить ребенка от опасности среды и здесь мы уже говорим сейчас о другом об очень важном о понимании красоты которая есть цель творения цель творения а мы с вами творцы воспитываем творцов и весь мир он тварный светотворение но у человека я продолжаю книгу галина борисовны понятие красоты весьма субъективно и зависит как от внутренних природных факторов так и от приобретенных установок а также от болезненных слов в сознании однако есть безусловное понятие красоты продиктованное человеку по-видимому инстинктом сохранения это красота здоровой природы для подавляющего большинство людей такая красота притягательна и слава богу так как это говорит о том что у человечества по всей вероятности еще остается надежда не впасть в бездну деградации вы знаете вот с этими словами я бы уже сказал что много времени прошло и мы видим совершенно наглядно как безобразное уродское выставляется как образец именно красоты то есть бескусица пошло выставляется как образец красоты это круто быть страшными а быть развязанными разнузданными быть неопрятными а ведь антон павлович чехов говорил в человеке все должно быть прекрасно поэтому если мы возьмем образ как раз вот народного он везде прекрасен везде красота конечно имеет свои какие-то определенные тонкости да мы знаем что например женщина бенина себе усиленно увеличивали длину шеи потому что считалось что это очень красиво я сейчас не берусь обсуждать какие-то этнические вещи но например на руси длинные волосы женщины всегда были условием красоты да то есть мы с вами понимаем то что красота есть красота это гармония это то что рождает в нас радость и вообще красота порождает восхищение когда мы видим солнце да на рассвете вот когда мы видим луну в звездные ночи и так далее природа очень красиво и она красиво это все на красиво и те усиливают красоту этого мира которые стараются передать эту красоту запечатлеть эту красоту и привить это ребенку поэтому не мудрство и лукаво по поводу понятий которые заведут нас сложные лабиринты лабиринты человеческих дискуссий будем в вопросах воспитания детей придерживаться очевидного чтобы действовать наверняка ибо эксперименты над детьми это безответственно и безнравственно еще раз выделяют очень четко с музыкальным каким-то вот прямо вот так вот усилением эксперименты над детьми это безответственно и безнравственно никогда не забуду мы проводили один наш фестиваль и там ребята говорили мы расширяем сознание на самом деле они просто какими-то методиками взламывали третий глаз и родители с удовольствием вели детей потом меня одна мама говорит радостно ой моя дочка не такие успехи ключом ты радуешься она конечно маленькая и поэтому такой вот психовоздействие она очень легко все эти методики она усвоит она и через стенку увидит но что от этого будет лучше я то есть просто говорю о том что мы ответственны за детей никаких экспериментов быть не может и не должно понимаете когда будет уже устоявшись личность он будет сам определять куда ему и как идти потому что все вот такие вещи связанные с именно оккультизмом экстрасенсорикой и так далее они крайне опасны уж поверьте мне готовую ну потому что ольга александровна наш руководитель как раз стояла у руля академии энерго информационных наук ссср мы многое видели нашим руководителем стал павел романович попович и мы это сделали для того чтобы как мы могли остановить вот этого страшного джина который вылетел из бутылки как остановить это страшное деструктивное воздействие такого психо эмоционального экстрасенсорного фона который вот стал модным и который стал стремительно распространяться поэтому дети дети это ну это уникальный вот я вот сейчас прямо говорю у меня перед сознанием моим я не помню кто был этот человек это был вечер мощный вечер посвященный нашему удивительному герасимову и там вышли дети и они все говорили маленькие дети что они видят будущее кто-то видел его кристаллы будто за не говорили свои видения а дядечка сидел и вот так вот буквально на сцене вот так вот вампирил но я не мог сорваться и забежать на сцену это был очень пафосное заведение центральный дом кинематографии там были там все наши настоящие звезды киноискусства но это вот понимаете вот не запомнилось надолго нельзя ставить над детьми такие эксперименты это как раз ближе близились годы перестройки начинала начинали все эти веяния вот здесь у нас быть поэтому я хочу сказать у нас большой опыт поэтому никаких экспериментов над детьми а дальше мы уже продолжаем да мы понимаем никаких мультфильмов диснея потому что они все деструктивные я сейчас не буду рассматривать анализировать наши мультфильмы я просто одно скажу берите советские мультфильмы особенно основывающиеся на русских народных сказках и на сказках народов россии нас очень много народной мудрости и очень много создано родным нашим кинематографом поэтому все что вот эти идут веяния именно с очень хорошо продуманных научно-исследовательских институтов знаете о том что конечно же нужно быть очень внимательными какие образы мы вносим в наш дом мы должны с вами созидать гармонию и не нужно экспериментов цель эволюции приобретение опыта общения с окружающим миром а цель эволюции человека это еще и приобретение опыта творчества общение с окружающим миром живое общение а не оцифрованное и творчество вот что заложено в человеке что заложено в каждом ребенке это заложено в человеческом гене и первое проявление этого стремления выражаются в попытке копирования окружающего мира мы знаете много работаем с детьми вот сейчас тоже поступают такие запросы из разных городов россии чтобы приехали провели занятия с детишками вот в маленьком возрасте действительно это прекрасная игра повторялка то есть делаем какие-то движения маленькие детки их повторяют меня что всегда потрясало как они быстро все копируют они же все как губка поэтому нужно здесь давать им красоту и гармонию они будут ее копировать то есть копировать они будут выступать именно помните мы с вами говорили о том что прежде чем детеныш звереный звереныш пойдет взрослую животную жизнь с ним мама играет через игру он обучается взрослой жизни точно также через детские игры дети готовятся к будущей взрослой жизни а через именно вот это копирование как раз они таки набирают и гармонию и красоту а если будет гармония то конечно же будет рождаться любовь возможность наблюдать с раннего детства живую природу истинную красоту формирует душу ребенка ну взять вот хотя бы живую душу да в доме кошечку собачку не знаю хомячка птичку это живая природа она не сравнится ни с каким механическим каким-то механическим предметом никогда поэтому вот сразу сейчас ответьте мне на вопрос идет пожар горит в зале картина очень известного художника шедевр который даже нельзя оценить миллионами триллиона и вы можете вынести либо вот этот шедевр либо маленького котенка кого вы будете спасать я думаю что большинства из вас вопросы не возникли конечно же спасать нужно котенка потому что это неповторимое создание бога шедевр это всего лишь творчество человека творчество человека вторично первично творчество бога поэтому все живое к этому нужно выстраивать очень трепетное отношение и вот это основа как раз познание окружающего мира именно именно обретение вот этой целостности и трепетности потому что вот эту красоту ребенок будет повторять вот мы когда водим хороводы вот недавно у нас мы были в замечательном городе тамбове как детишки украсили наши концерты они водили хороводы они подпевали все песни я думаю откуда они их знают дети все легко схватывают а красивое оно быстро к ним в душу заходит а красота то есть гармония она порождает любовь а любовь всегда побеждает помните наши сказки всегда побеждает любовь и доброта возможность наблюдать с раннего детства живую природу истинную красоту формирует душу ребенка так русская березка привносит домовитость и щемящую любовь к родине сосна величие и благородство степи и моря жажду к путешествиям синева небеса цветения трав поэтичность горы строгость звездное небо склоняет к философии все это прекрасно все это естественная красота мира которую нужно познать поэтому мы дальше с вами продолжим именно чтение этой книги но что бы мне хотелось сказать сегодня мы говорим о красоте поэтому вот пусть красота окружает вас везде в словах в делах в музыке в вещах в орнаменте в том что вы видите потому что если ребенок будет впитывать красоту если он будет учиться на этой красоте то он будет мощным он будет сильным он будет великим и именно красоту рождает народное творчество почему мы вот в этнокультурном центре колосвет даже специальную такую разработали программу тридевятое царство которую вы можете осуществить у себя дома очень легко понимаете ли вот есть такое всемирная такая организация где диснейленд то есть там приходят дети и кстати говоря в основном современная анимация она вся строится на вот именно этих современных мультфильмах а мы создали тридевятое царство чтобы у нас шло общение с живыми нашими персонажами русских народных сказок код боюн вот перед вами у нас баба яга настоящая царевна лягушка и домовой и берегиня и полевица понимаете народная традиция она как раз таки настолько красивая она настолько естественная вот как здесь сказала карина борисовна березка сосна да степи моря то есть все где мы живем то что нас окружаем все оно красиво и вот эта красота она конечно же возвышает человека а в ребенке она по закону аналогии выстраивает гармонию а созидание гармонии есть добро а разрушение гармонии есть слава поэтому сегодня мне бы хотелось чтобы вы понимали что очень важно чтобы шло живое общение гармоничное общение с красотой этого мира и тогда наши дети будут прекрасны а значит прекрасно будет будущее мирова гармония и 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